Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 24 декабря, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Даниила, Николая, Иоанна, Луки. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Иерея Иоанна Богоевленского. Родился святой в 1892 году в Ярославской губернии в семье священника Дмитрия Богоевленского. В 1914 окончил Ярославскую духовную семинарию, но по стопам отца идти тогда не захотел. Он желал выбрать светский путь и работать в земских учреждениях. Так как семинарию он окончил по второму разряду, то в земство его не взяли, и он был вынужден устроиться учителем в церковно-приходскую школу. Однако эта работа его не удовлетворила. Иван Дмитриевич поступил на юридический факультет Ярославского-Демидовского лицея. Но и здесь он проучился всего два курса до 1918 года. В этом году в Ярославле начался голод. Иван Дмитриевич стал подыскивать место учителя и, наконец, устроился работать в советскую школу в маленьком городке Висьегонске. Все это время Иван Дмитриевич посещал храм, и вскоре его вера стала несовместима с работой советского учителя. Ему пришлось оставить работу и уехать на родину в село Ветрино, где служил его отец. В 1922 году умер его отец, священник Дмитрий Богоявленский, и приход остался без пастыря. Иван Дмитриевич принял решение, которому его подводил Господь, стать священнослужителем. Он обвенчался с дочерью священника, служившего в одном из соседних храмов, и очень скоро был рукоположен в сан священника ко храму родного села. В марте 1930 года отец Иоанн был приговорен к одному году исправительно-трудовых работ. Узнав об этом, его прихожане пришли к зданию районного отделения НКВД и потребовали его освобождения. Власти испугались и были вынуждены отпустить священника. Однако на приход ему возвращаться запретили и выслали за пределы области. Отец Иоанн стал служить в селе Ременье или Рамене Тверской области. Уже через год он был арестован и отправлен отбывать заключение на Лесоповал в Санковский район. Верующие не оставляли его, привозили продукты, всячески поддерживали. После года заключения священник вернулся к месту своего служения. Храм в селе Рамене находился рядом со школой, и школьники часто заходили в него, особенно по праздникам. Это не понравилось директору школы, и он стал искать пути закрыть храм. Для этого он обратился в соответствующие органы, и настоятеля храма арестовали. В это время было заведено следственное дело на одного из прихожан, Алексея Попкова. И следователь решил найти обвинение в самом факте знакомства священника с уже арестованным человеком. Следователь спросил отца Иоанна, знает ли он Попкова. Священник ответил, Алексея я знаю, потому что он является зятем регента, а она все время пела на клиросе. Следователи допрашивали священника каждый день посменно. День один следователь, день другой. Обвинить его было не в чем. Следователям не к чему было придраться. И они стали интересоваться, как же он верующий человек и преподавал социализм в советской школе. Отец Иоанн в своих показаниях ответил, будучи преподавателем в школе, я ученикам преподавал об утопическом социализме. В последствии от меня стали требовать преподавание о принципах трудовой школы и так далее. Я далек был от такого преподавания, не мог в своей голове переварить всего нового о школе. Тогда я ушел на службу священником, где хотел найти для себя отраду в своей работе. В ходе следствия так и не удалось отыскать какой-то состав преступления. Отец Иоанн был освобожден из бежетской тюрьмы и вернулся служить в село Рамене. Положение храма в 1936 году стало критическим. Власти обложили его налогом, выплатить который было невозможно, тем более, что молебны в домах были запрещены. А открыто ходить в храм многие уже опасались. В 1937-м отец Иоанн был арестован. После ареста сотрудники НКВД, как обычно, стали собирать доказательства преступности. Отец Иоанн опроверг все лжесвидетельства и ни по одному пункту не признал своей вины. На допросе он держался твердо, что-либо рассказывать про других людей сразу отказался. И в тот же день следствие было закончено. Тройка НКВД приговорила к священника к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Отец Иоанн был сослан в Сев-Жел-Дор-Лак. Он пробыл на тяжелых работах с 1938 по 1941 год. С началом войны, при том, что работа оставалась непосильно тяжелой, кормить в лагере почти перестали. Священник Иоанн Богоявленский умер от голода 24 декабря 1941 года. Ему тогда было 49 лет. Недавно один молодой человек написал, что вот когда-то пришел в храм, вроде церковная жизнь началась, а потом потихонечку потерял дисциплину, решимость, расслабился и снова вернулся к прежней безбожной жизни. А душа, говорит, болит. Можно ли с чего-то начать? Ну, конечно, можно. Но надо понимать, что духовная жизнь — это очень точная наука. И поэтому в ней все должно быть по порядку. И каждый этап имеет свою последовательность. И перепрыгнуть с одной ступеньки на другую фактически невозможно. Необходимо постепенное восхождение по ступеням. Step by step. И с чего начинается отношение с Богом? Ну, конечно, с осознания того, что Бог есть. С осознания своего несовершенства и с желания изменить свою жизнь и с желанием узнать Бога. Поэтому первая ступенька — это узнавание веры. Потому что как любить того, кого не знаешь? Как знать, если не слышал? Как слышать, если не начать погружать свой ум в православную веру? Всегда очень важно более-менее систематическое оглашение. То есть беседы, в которых человек ответит на волнующие вопросы, разрешит недоумения, развеет мифы и фобии, которые часто связаны у людей. Ну, благодаря тому, что сознание отштамповано средствами массовой информации. Когда человек начинает свой путь в безбрежный океан церковной жизни, порой многие страхи его преследуют. А вот то, а вот это. А нужно будет, наверное, все оставить. Как отец Иоанн Крестьянкин в своей проповеди о важности малых дел говорит, что у человека на пороге церкви возникает такой максимализм. Что вот или все, или ничего. Надо раздать имение свое нищим, отвергнуться себя и последовать за Христом. Но отчести, да, за Христом необходимо следовать. Но Господь это сказал юноше на вопрос, что я еще не успел сделать. Господь говорит, если хочешь быть совершенным. Ну и дальше вот это благословение. Слава Богу, во многих храмах этому вопросу уделяется достаточно время. Есть воскресные школы для взрослых. Есть беседы с пастырями. Есть огласительные встречи. На которых человек может, во-первых, проверить свои понятия о Боге. Во-вторых, конечно, узнать истину. Второй очень важный момент, вторая ступень. Когда человек узнает веру, узнает заповеди Божьи, начинает себя по ним оценивать. Ну, потому что, чтобы узнать себя, нужно не только сравнивать свою жизнь с соседом по лестничной площадке, дяди Васей, который такой и сякой, а я-то лучше, значит, не все потеряно, значит, не хуже других. Нужно свою жизнь сравнивать со Христом, с тем, что Он от нас ожидает. Что вообще хочешь спастись, что нужно сделать? Соблюди заповеди. Какие? Ну и дальше. Целый сонум Божьих указаний. Как необходимо жить, чтобы жить счастливо? Ну, потому что заповеди — это такие красные флажки, выходя за которые, человек оказывается среди волков. Заповеди — это ограждение от повреждения души, защита. Соблюди заповеди. И человек начинает изучать, ну, в каком-то смысле, аскетику, то есть узнавать жизнь внутреннюю, узнавать, чем болеет душа, страсти. Очень важная наука, дорогие мои. Ну, потому что, чтобы себя встретить, а большинство людей, они же себя еще не встретили, они так по параллельным дорогам ходят. Вот его обычная жизнь, и он сам. Чтобы себя встретить, нужно взглянуть внутрь и попытаться бороться со своими страстями. Ну, потому что силу рабства, степень своей одержимости можно узнать только в сопротивлении. Ну, как силу течения реки можно узнать не плывя по течению, а двигаясь против течения. Вот всякая страсть. Попробуй хотя бы в порядок немножко привести свой режим питания. Качество, количество, регулярность. И в этом какое-то время продержаться. Требует колоссальных усилий, воздержания. Ну, это самое элементарное. Попробуй воздержать свой язык от зла, чтобы не глаголы тельсти. И окажется, что совершенно невозможно, что мы в таком рабстве. Это очень важная наука. Недавно разговаривали с одним молодым человеком, ну, в какой-то такой исповедальной беседе, настроении. И коснулись темы тяжких грехов. Ну, а у нас обычно так на первый взгляд, ну, что никого не убивал, ничего страшного не делал. И коснулись темы, что относились невнимательно к людям в крайней их ситуации. Ну, многие, наверное, бывали в такой ситуации, когда на земле лежал человек, а мы проходили мимо. И вроде как совесть говорила, что надо что-то сделать, а разум говорил, так он грязный, вонючий, что люди подумают, как буду выглядеть, а вдруг, ну, и так далее. И так проходишь, и совесть-то вроде тебя еще за рукав-то тянет, так прошел и ушел, а потом себя залечил. Ну, как? Я ж не мог, я ж спешил, у меня ж там костюм чистый, ну, и так далее. И вот так часто бывает, дорогие мои, чтобы спасти человека, помочь ему, многого не надо. Надо просто заметить, что это человек. И немного отвлечься от своих суетных, часто бессмысленных дел, которыми мы себя раздуваем, себе значимость какую-то приобретаем. На самом деле это же ничто. Ведь ничто не стоит проявления любви. И вот когда один юноша спросил, а как любить-то, что значит любить? Господь рассказал притчу о милосердном самарянине. И закончил ее вот словами, иди и ты поступай так же, как этот самарянин, который тоже куда-то спешил, тоже были какие-то дела, но остановился, увидел человека, наверное, мало чем отличающегося от тех несчастных, которые оказываются около дороги, и побитый, и в крови, и грязный, и без сознания. Но это один из эпизодов, дорогие мои, которого мы коснулись при подготовке к исповеди. А так, конечно, очень много, в чем необходимо поразбираться. И по-хорошему, духовная жизнь, если она еще так не настроена, она должна начаться с такой серьезной, как говорят, генеральной исповеди. То есть собрать из своей совести особо тяжкие смертные грехи и попытаться их отсечь искренним, глубоким покаянием. И с этого момента воссоединить жизнь своей души с церковью через таинство исповеди и дальше с благословения священника в таинстве причастия. Помогай нам всем Господь! Субтитры создавал DimaTorzok